Добрый день! Сегодня мы посмотрим дополнительный модуль «Расширение скрипты сотрудников». Это расширение устанавливается в разные программы 1С. В ролике мы покажем его работу на примере интеграции с 1С ОНФ. Скрипты могут быть привязаны к объектам программы. В таком случае их легко открыть из формы документа. Откроем в подсистеме продажи форму документа «Заказ покупателя». В верхней панели документа добавилась новая пиктограмма – пиктограмма скрипта с молнией. Нажимаем. Открывается связанный с этим документом скрипт. Также скрипт можно открыть и из журнала документов. В скрипте есть отличный визуальный редактор. В нем можно легко редактировать скрипты. Можно создавать как сложные, так и простые, но эффективные скрипты. Например, скрипты продаж, скрипты обработки входящих заявок или работы с уже существующими клиентами. Если скриптов определенного вида к документу привязаны несколько, то откроется список подходящих. Если скрипты спроектированы так, что для данного документа с набором его параметров, таких как состояние, статус, сумма и прочих, привязан только один скрипт, то он сразу будет открыт на экране пользователя. Открыть и отредактировать набор скриптов можно в подсистеме «Компания», пункт «Скрипты сотрудников». Важная особенность расширения скрипты сотрудников – это возможность вызывать из одних скриптов другие. Откроем один из скриптов. Скрипт «Теплая продажа». В определенном месте скрипта мы видим точку вызова другого скрипта, работой с типичными возражениями. Если пользователь по схеме дойдет до этой точки, то он легко может открыть нужный вложенный скрипт, просто кликнув по нему мышкой. На экране открылась заготовка скрипта. Вы на своем предприятии можете создать скрипт работы с возражениями любой сложности. Визуальный редактор очень удобный и позволяет рисовать схемы, ставить точки и выполнять любые действия по настройке без привлечения программистов. В каждой скрипт можно добавить произвольные ссылки на дополнительную информацию, например, документы в облаке, полезные в работе сайты и так далее. Также в скрипт можно добавить различные файлы, шаблоны, видеоролики, рисунки и написать ответы на частые вопросы клиентов. Например, в скрипте «Запись на вебинар» есть некоторые вопросы и ответы, которые менеджер по продажам или менеджер по работе с клиентами может использовать в своей работе. Кроме схемы скрипта можно добавить инструкцию по работе, отформатировать текст, а также вставить любые картинки или ссылки. Важная особенность расширения скрипты сотрудников – это возможность гибкой настройки привязки скрипта по параметрам. Выполняется в разделе назначений. Давайте откроем скрипт «Прием и оформление заказа». В этом примере мы видим, что данный скрипт будет работать для всех документов «Заказ покупателя», в которых вид заказа основной, а состояние в производстве. В дальнейшем, нажав на пиктограмму скрипта в форме документа с указанными параметрами, мы откроем именно этот скрипт. Если же в документе «Заказ покупателя» у нас другие значения параметров, то будет открыть другой скрипт, если он найден. Если нет, то будет выведен список всех скриптов для заказа покупателя. Кроме документа «Заказ покупателя» вы можете использовать множество других документов, а также справочников. Соответственно, все параметры, которые есть у этих документов, можно вывести в раздел «Фильтры». Например, для справочника «Контрагенты» можно вывести фильтры по принадлежности, юридическое или физическое лицо, покупатель или поставщик и так далее. И данные скрипты будут привязаны уже к набору этих параметров. Кроме набора параметров в фильтрах, можно использовать сравнение на больше или меньше, проверку заполненности значений и проверку по вхождению значения в список. Например, вид заказа может быть в списке, в котором несколько вариантов значений. Давайте посмотрим вариант привязки скрипта не к документу, а к справочнику. Например, к справочнику «Контрагенты». В этом скрипте настроена привязка ко всем элементам справочника «Контрагенты» с видом «Юридическое лицо» и признаком «Покупатель». В комплект поставки продукта входит несколько типовых скриптов, которые можно использовать в работе предприятия сразу после установки, либо использовать их как основу для разработки собственных скриптов, удовлетворяющих все потребности именно вашего предприятия. В этом видеоролике мы кратко рассмотрели возможности продукта скрипты сотрудников. Более подробную информацию можно получить из руководства пользователя, которое можно скачать с сайта продукта. Там же можно посмотреть подробную презентацию. Спасибо за внимание. Продолжение следует...